Женщина Я приветствую всех зрителей канала Доктор Макарова, напоминаю, кто не знает, в разделе в рубрике МакНовости мы делаем обзоры на видео, которые вышли год и два на канале назад, с целью привлечь ваше внимание к забытым, но хорошо связанным. Потому что на моем канале сейчас в данный момент где-то 950 видео, и действительно, если вас интересует какое-то одно, посвященное простатиту, герпесу или коллизиям человеческих взаимоотношений, сориентироваться очень трудно, и в этом вам помогут мои обзоры. Итак, год назад на канале Доктора Макарова вышло видео «Как признаться парню в измене» У нас вот такой вопрос. Здравствуйте, Екатерина Вячеславовна. У меня есть молодой человек. Сильно любим друг друга. Встречаемся уже больше года. Мы живем в разных городах, потому увидимся один-два раза в месяц, но по скайпу общаемся каждый день. Он у меня первый и, как я думала, будет единственный на всю жизнь. Ритуал очищения в слезах и в его прощении произойдет. Если он вас не простит, то у вас тоже произойдет ритуал очищения, но вы теперь будете знать, что вы своими руками вот это все сделали, своими руками вот это все разрушили. И у вас будет ритуал очищения, ну как бы для нового чего-то. А так эта мысль, она у вас живет, она вас точит, вы с ней ходите и как бы общаетесь со своим парнем, так же по телефону пишите смс, но где-то внутри вас сидит такой, как бы такой змей, который говорит «Ага». На самом деле я очень хорошо помню это видео, как я его снимала, эмоции, которые у меня вызвало письмо девушке. Ну это на самом деле целая история. Можно даже вот сделать такой плейлист «Секс с малохольными». И вот это видео будет там лидером в этом плейлисте. Это девушка, которая там ждала, ждала своего парня, но так сильно его ждала, что не дождалась, кому-то там дала, потом мучилась она там чувством вины. И в конце концов она спрашивает у меня совета «Как признаться в измене парню? А зачем?». И вот я там привожу примеры, почему она могла изменить, зачем ей надо или не надо признаваться парню в измене и какие будут последствия в ее признании. На самом деле видео очень поучительное, потому что на месте этой девушки может оказаться любая на самом деле девушка. Вот. И как себя дальше вести, когда тебя грызет чувство вины, грызет чувство, так сказать, предательства, что вы предали своего парня и так далее. В то же время вы понимаете, что вы по-другому не могли, уж так хотелось. Вот. Посмотрите это видео, узнаете, как себя вести. Следующее видео посвящено смазке, которая наносится прям на руку. Со стороны партнера, который сосет, то есть тот, который совершает активные действия своим ртом с половым членом, он, простите меня, работает. Работает с жевательными мышцами, челюстями, вдохновляется там как-то, чтобы это вот все дело облезать. Вот. Помогите этому человеку доставить вам максимальное удовольствие, потому что слюны не хватает на все эти члены, чтобы нормально совершить оральный секс. Ну, то есть во время орального секса, который используется. На самом деле, те, кто думает, что слюна может все, глубоко заблуждаются те новички в сексе. На самом деле, слюна первая высыхает, как при всевозможных смазках, ну, как бы, если ее просто использовать в качестве смазки, поплевала там куда-то на нос, заканчивая оральными ласками. Как мужчине-женщине, так и женщине-мужине. Поэтому, если вы хотите, чтобы секс был настолько долгим, насколько вы способны его, как бы, дать своему партнеру, выдержать, да, и предложить, вот, а не был ограничен количеством вашей слюны, ну, не могу, больше все уже пересохло, всегда пользуйтесь смазкой. Есть смазки для вагинального секса, это универсальные маски на водной основе. Есть смазки для анального секса, как правило, это силиконовые маски. Смазки, они бесконечные просто, то есть они не высыхают, скользят, сколько вам нужно. Есть смазки для орального секса, они, как правило, тестированы и содержат только пищевые вещества, то есть если вы их проглотите, то ничего страшного не будет с вами. И очень часто они содержат пищевые одушки, это вкус карамели, там, шоколада, может быть, ванили или какой-то там клубники, вот. Ну, честно говоря, мне по душе смазки без одушки. Как узнать, что у меня климакс? Климакс в понимании многих моих пациенток это вот такие тетки с таким бюстом, такие большие, крупные, такие савдеповские, бухгалтерши, учительницы из учительской, вот, у которых там какие-то вечно там вот проблемы, там у них тут все они потеют, тут у них давление, тут машите меня, машите. Вот так вот они страдают от климакса. И у меня этого не, значит, у меня не климакс. Так, давайте поговорим о симптомах, поэтому, какие бывают симптомы климакса, по которым я могу заподозрить, а уж не климакс ли у меня, а уж не пора ли мне чего-то с этим делать. Это очень хорошее видео, обзорное, оно посвящено женщинам, ну, скажем так, от 40 лет и старше. По каким признакам в поведении, в жизни, внутри себя, вот, физиологическим признакам, как понять, есть у меня какие-то гормональные изменения или нет, пора мне к врачу или нет, бить мне тревогу или нет, садиться мне на гормонозаместительную терапию или нет. Очень хорошее видео, оно полезно всем. Кстати, те, кто думает, что климакс это что-то такое, про женщин, кому за 55 ошибаются. И в 38 бывают климаксы, и в 40 уже начинают сказываться гормональные изменения, а поддерживать себя нужно начинать как можно раньше. Чем раньше начнешь себя поддерживать, научишься за собой ухаживать, тем вероятнее, что сохранишь молодость и долголетие на веки вечные. А два года назад вышло видео «Язык между ног унизителей». В сексе нету ничего запретного, в сексе нету ничего лишнего, в сексе не бывает никаких, ну, условно говоря, договоренностей. Понятно, если вы пробуете какую-то асфиксию во время секса или какие-то садо-мазо-штуки, и у вас с партнером есть договоренность, что если партнер сделал вот так, то это означает, что хватит ее душить. Вот, это будет договоренность в сексе. А если вы договорились в сексе, что мы это не делаем, это не делаем, это не делаем, кто не делает, но как же наконец нам испытать оргазм? Да кто вам тут поможет? Вы уже все для себя решили. Вот. То есть вы хотите получить оргазм от этих нелепых телодвижений. А туда-сюда и обратно, тебе мне приятно, туда-сюда и обратно. У вас, конечно, будет оргазм, молодой человек. Вы когда-нибудь кончите, у вас когда-нибудь эрикуляция случится, будет оргазм. А девушке вряд ли будет оргазм. Вот. И может, конечно, он и будет, и это для большого везения, что он есть. И она такая, потом скажет, вы просто все сексуально неразвитые, раз вам надо лазить во все места и там лизать, ласкать, трогать. Трахаться надо уметь. Может, конечно, она когда-нибудь получит вагинальный оргазм и будет ей счастье. Ладно, язык между ног унизителен, а член во рту как унизителен. Может, человек высшее образование получил, может, он кандидат медицинских наук по живописи этого какого, Кандинского. Вот. А у него язык между ног. Да вы что, это разве совместимые вещи-то? На самом деле, друзья мои, посмотрите это видео. На самом деле, секс – это физиологическая потребность в телесном удовлетворении друг друга, который сопровождается определенной эмоциональной реакцией. А наши интеллектуальные запросы – это совсем другое. А наши социальные потребности в их удовлетворении – это третье. Когда все это совмещается в одной жизни с одним партнером в одно и то же время, это называется словом «брак». Когда все наши физиологические, материальные, духовные, психологические, сексуальные потребности приводятся к одному знаменателю и могут быть удовлетворены в компании, в содружестве вместе с одним половым партнером. Не надо эти вещи путать. И если вы со своим мужем можете спокойно обсудить политику Великобритании, а после этого у вас окажется язык между ног, ничего унизительного в этом нет, никто никого не унижает. Ваши интеллектуальные и чисто человеческие качества от этого не страдают. Посмотрите видео, послушайте, что я говорю. Как проверить уровень тестостерона? И вот в бельгийской лаборатории, в обществе ИССАМ, это общество по изучению проблем стареющих мужчин, определили, что уровень свободного тестостерона можно определять по определенной шкале в виде параболы на пересечении общего тестостерона и глобулина, связующего полового гормона. Поэтому свободный тестостерон вы не измеряете никак, он не измеряется. Его высчитывает уже врач на основании данных общего тестостерона и глобулина, связующих полового гормона. Итак, как получить исходные данные? Строго натощак, строго в утреннее время из вены берется кровь. Почему натощак и строго в утреннее время? Потому что тестостерон обладает определенной циркадностью. То есть по суточным ритмам максимальное количество тестостерона возможно в утренние часы. В утренние часы повышается уровень тестостерона в крови, и это будет максимально адекватный вашему уровню тестостерон. Новое видео. Видео о том, как подготовиться и правильно сдать анализ на тестостерон. Для чего мы его сдаем? И какой именно это должен быть анализ для оценки уровня тестостерона? Ну и наконец, 2 года назад на моем канале вышло видео «Хламидиоз. Лечим эффективно». У меня такой вопрос. Как эффективно вылечиться от хламидиоза? Вопрос очень интересный. А как неэффективно вылечиться от хламидиоза? А почему вы меня об этом спрашиваете? Вообще хламидиоз лечится по рекомендациям. По рекомендациям, хламидиоз лечится легко, на раз, на ура, однократным применением антибиотика. То есть, один день пьете антибиотик, и все, вы здоров, вы вылечились от хламидиоза. Это на уровне многотысячных исследований проведенная доза, достаточная для лечения хламидиоза. Все врачи, которые имеют отношение к хламидиозу, венерологи, урологи, гинекологи, все прекрасно об этом знают. И это доказано, рекомендовано, и это эффективно. На самом деле, если взять все современные инфекции, допустим, бактериального геноза, его действующие вещества, гарднерелла, мавилункус, лептотрикс, микоплазма, муроплазма, дисбиозы всевозможные, то это все будет детский сад и детский лепет по сравнению с хламидиозом. Хламидиоз – это самая токсичная инфекция, потому что она вызывает восходящее инфицирование половых путей как у мужчин, так и у женщин, может приводить к слипчевому процессу и к бесплодию и вызывать возможные осложнения. Гораздо более эффективно и гораздо быстрее, чем какие-либо другие инфекции. Но новость хорошая в том, что хламидиоз не так часто распространен, как и остальные инфекции, которые я только что перечислила. Но если уж вы сталкиваетесь с такой инфекцией, как хламидиоз, то лечиться нужно эффективно и обязательно проходить контроль. Как лечиться и какой контроль смотрите на моем канале. Пока!